Тяжело в учении, легко в бою. Под таким девизом прошел открытый кубок регионального отделения ДОСАФ России в Волжском. Совсем юные, но уже серьезные и настроенные на результат мальчишки-девчонки бросили вызов самим себе на военизированные эстафетия. Соревнования проходили на базе Межвидового регионального учебного центра инженерных войск. Полигон на острове Зеленый собрал около ста юно-армейцев и молодых воспитанников военно-патриотических клубов ДОСАФ со всей России. Ребята в красных беретах из кадетских классов Волгоградской области, а также республик Калмыкия и Дагестан продемонстрировали навыки владения холодным и огнестрельным оружием и превосходную физическую подготовку. Полигон на острове Зеленом выбран для проведения эстафеты не случайно. Сразу после завершения открытого кубка ДОСАФ стартовали всеармейские соревнования «Инженерная формула». Пять подразделений инженерных войск России показывали работу военной техники на практике. Зрители и юные участники соревнований с замиранием сердца наблюдали, как военные машины бурили землю, поднимая столбы пыли, преодолевали препятствия и проходили по воде. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На последнем этапе ПТС-2 помогли КАМАЗам ДОСААФ преодолеть водную преграду Ахтубе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оборонное общество ДОСАФ России все больше и больше захватывает внимания, потому что мы даем азы начальной военной подготовки, даем возможность именно техническими средствами поработать с оружием, с техникой, с автомобильной техникой. Ну и то, что они сегодня увидели, что все серьезно. Поэтому это здорово, что возрождается вот эта подготовка. Они увидели воочию, что такое вооруженные силы Российской Федерации. На примере инженерной формулы, когда техника на пределе возможности, соревновательный дух преодолевало препятствия. Юные патриоты разделили радость победы с командой инженерных войск из Волжского, которая в четвертый раз подряд доказала свое превосходство. Следом за ними на пьедестал почета вышли волгоградские юнормейцы. Первое место досталось патриотическому клубу «Вольный ветер» Ленинского района. В рамках масштабного мероприятия юные представители регионального отделения ДОСААФ России провели показательные выступления на мотоциклах и квадроциклах. Зрители также наблюдали за тем, как парят в воздухе беспилотники на метаноле и касторовом масле. Физическая подготовка очень серьезная и у девочек, и у мальчишек. Я уверен, что лучшая команда будет представлять Южный федеральный округ на российском этапе. Региональное отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту с каждым годом пополняет свои ряды. Двери ТСААФ для юных волгоградцев всегда открыты. Этим летом ребят ждут соревнования по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта, посвященную Дню ВМФ, ВДВ и Дню физкультурника.